Из 100% зараженных ковидом в крае 40 сейчас приходится на более заразный штамм омикрон. Да, он легче переносится, говорит Шевченко. В основном люди болеют в легкой форме или средней степени тяжести. Многие специалисты даже утверждают, что после такой омикронной вспышки пандемия в мире пойдет на спад. На сегодняшний день оснований не верить им нет и желаний не верить им тоже нет. Да, действительно, на сегодняшний день то, что происходит с заболеваемостью, которая определяет омикрон, имеет схожие черты с эпидемией гриппа. Стремительное распространение, вовлечение в процесс, в эпидемический процесс, в заболеваемость детей и беременных, что было характерно для гриппа последние годы. Все вот эти вот тенденции, они действительно и дают основания предполагать, что вот сейчас уже, ну, сколько-то определенно вырисовывается картина некой сезонной болезни. Но так ли это будет, посмотрим. А пока количество зараженных растет в геометрической прогрессии, эпидемический порог превышен в 4 раза. Причем болеют и вакцинированные, и ранее переболевшие. У многих возникает резонный вопрос, так стоит ли делать прививку? Определение того, что вакцинация в настоящий момент бесполезна, точно нет. По крайней мере, по той причине, что дельта еще полностью не вытеснен омикроном, и риск средне тяжелой и тяжелой формы, осложненной формы у людей, ну, относительно здоровых, тем более у лиц с отягощенным состоянием здоровья, с неблагоприятным приморбидным фоном, все-таки риски остаются. Поэтому человек должен быть привит. Уж насколько в данном случае болезнь, вызванная омикроном, обойдет этого человека, это вот уже дело второе. По крайней мере, вакцинация защитит от средне тяжелого-тяжелого течения от смерти. Это факт. И это касается всех вариантов вируса. Напомним, больной омикроном может заразить до 100 человек. Появится ли в перспективе еще более заразный штамм вируса, специалисты пока сказать не могут. Как, впрочем, и относительно появления более тяжелого. В третью волну все-таки в более щадящем формате протекала болезнь. И пришел вариант дельта. От относительно легкий в тяжелый, сейчас в легкий, тут сложно строить прогнозы. А прогнозы по пятой волне, по словам Шевченко, можно делать, исходя из опыта стран, переживших омикрон, где месяц резкого подъема заболеваемости сменялся почти столь же резким снижением числа тех, кто обращался за медицинской помощью. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.